привет друзья вы на канале oxy и сегодня такое позитивное видео я хочу показать вам комнату виллу я не знаю даже как сказать мы сняли на две ночи во франции это недалеко от города моль пелье и это вилла у нас бассейном посмотрите он небольшой но сказочный вода теплая мы вчера купались даже в 7 часов вечера 27 градусов вода представляете вот такая небольшая территория сейчас я вам сделаю обзор значит мы сняли на этой вилле отдельно стоящий домик он стоит абсолютно отдельно и здесь внутри все удобства туалет душ и типа маленькой комнатки поэтому очень удобно вот этот дом большой сзади меня здесь живут сами люди хозяева этого дома мы можем пользоваться когда захотим бассейном вы видите вода прозрачная чистая шезлонгами можем пользоваться также здесь есть прекрасная терраса где мы можем сидеть с этой стороны либо сзади меня с той стороны и 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 здесь хорошая территория довольно таки большая но давайте пройдем я покажу вам сам домик как он выглядит значит с этой стороны наша комната я покажу вам ее позже вот с той стороны живут люди к нашим услугам зона барбекю здесь вы можете приготовить барбекю пожарить там мяско рыбку также есть микроволновка либо духовка вчера был дождь я извиняюсь потому что здесь пляжные полотенца немножко мы раскидали чтобы они не запрели видите духовка сзади меня здесь гриль также есть короче но все что надо для отдыха скажем так небольшая территория очень даже комфортная здесь вот рядом есть парковка вам не надо никуда ходить не надо никуда в принципе добираться далеко прямо возле дома вот наша машина мы выходим и у нас парковка этого солнце ослепляет здесь удивительная погода то дождь идет то солнце светит прям не знаю так а сейчас мы заходим наш домик и посмотрим как он выглядит изнутри смотрите значит вот так выглядит сама комната видите она довольно таки большая просторная все сделано знаете в таком средиземноморском стиле даже такие продуманы мелочи как оформление видите уже приятно уже комфортно уже поднимается настроение а посмотрите какая люстра надо мной тоже очень оригинальная душ честно говоря выходит прямо в спальню ну соответственно есть шторка которую вы можете прикрыться сейчас пройдем дальше я покажу вам вот такой душик здесь как бы видите тропический идет душ и обычная леечка закрываетесь и все вас не видно полотенце хочу сказать что даются три вида полотенца большое банная средняя маленькая и что самое интересное дается еще вот такие вот варежки для того чтобы типа мочалки вы могли пользоваться пройдем дальше значит повернемся здесь у нас туалет справа а здесь типа кухоньки посмотрите я думаю что все необходимое здесь есть микроволновка тостер кофе диски машина для приготовления кофе видите холодильник даже стиральная машинка здесь есть что очень немаловажно когда вы путешествуете какие-то большие расстояния у вас скапливается одежда стиральный порошок ну вообще супер здесь типа шкаф такой вот с вешалками плед на случай если вам станет холодно эти умывальничек такой кстати мы хочу сказать что переночевали здесь ночь и сейчас уже утро я почему-то снимаю все время утром обычно все нормальные блогеры когда въезжают в номер пока номер чистый свежий они его снимают у меня все происходит почему-то наоборот когда мы приезжаем это вечер уже темно и уже хочется спать и не до съемок честно говоря здесь классно что вот я выхожу во вторую дверь и мы выходим сразу на террасу с видом на бассейн вчера мы вот за этим столиком ужинали мы с ресторана заказали готовую еду чтобы не рисковать так как вы знаете корона в первый вечер мы заказали пиццу во второй вечер мы заказали курицу с картошкой ну короче такое классическое ой как тут приятно находиться даже не хочется уезжать но мы прокладываем маршрут сегодня следующий регион абсолютно другой нам ехать почти три часа здесь возле города монпелье мы находимся а двигаемся в сторону марселя и зона в которой мы остановимся будет зеленой в горах тоже вид обещает быть хорошим и красивым но увидимся с вами вместе поехали посмотрим и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Друзья, я уже добралась до маленького городка Эк-Морт. Это небольшой городок в средневековом стиле. Название города Эк-Морт переводится с французского как «мертвая вода». И этому есть объяснение, так как вокруг этого места находятся солёные озёра, откуда и добывают соль. А вообще это место расположено среди мрачных болот и озёр. И его иногда называют «меланхоличный город». Но это не совсем так. Внутри очень даже всё неплохо. Этот город также находится посреди четырёх судоходных каналов. Посмотрите, какая огромная крепостная стена. Получается, что город находится внутри вот этой огромнейшей большой крепости. Сейчас порт отдалён от моря на 6 километров. Но когда-то это был один из крупнейших портов в этом регионе. И Людовик IX со своим крестовым походом отправлялся именно отсюда в свои долгожданные походы. И ещё такой небольшой локфак от Окси. Значит, чтобы сюда приехать на машине, найти парковочное место будет совсем непросто. И здесь очень много парковок, соответственно, написано «там свобода», «там не свободно». Всё это враньё, все парковки забиты. Есть парковка Пи-8. Если вы приедете не в СИЗО, это бесплатная парковка. Но можно проехать там, где жилые дома, где живут люди, немного дальше от центра, буквально 5-10 минут ходьбы, где можно припарковаться возле любого здания, где нет отметки «Приват территория». Вы можете найти красивое, спокойное место и припарковаться абсолютно бесплатно. Если нет никаких знаков, обращайте на это внимание. Удачи! Удачи! Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok